Двор дома на Подгорной-2 в поселке Новатор потихоньку превращается в одну большую сточную канаву. Все дело в том, говорят жители, что сточные и канализационные массы со всего поселка устремляются в колодец, установленный неподалеку. Смешиваются с верховыми водами, которых в этом году в изобилии и уже общим потоком растекаются по всей округе. Но как оказалось, топит не только двор и прилегающую территорию, но и подвал дома. Подмывает фундамент, начинает гнить пол. В сырости развиваются и разнообразные бактерии. Жители дома устали надеяться на чью-то помощь. Сейчас они понимают весь смысл поговорки. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Отчаявшись получить помощь от местной службы ЖКХ и властей, люди сами приступили к решительным действиям. Они прорыли небольшую канаву, проложили в нее трубу, чтобы соединить подвал и канализационный колодец, чтобы вывезти оттуда лишнюю воду. Кстати, поток в ней никогда не утихает. Пока новаторцы пытаются сами решать зловонную проблему, но с каждым днем терпения и сил становится меньше. Этот дом, мне кажется, на краю стоит. Он никому не нужен. Живите, как хотите. Тоните. Сами знаете, где. Как бы безразличие власти видно сразу. В сельсовете нам пояснили, что знают о существующей проблеме. Она осложняется частыми дождями. Сегодня днем было проведено совещание, на котором принято несколько решений. Там производится перекачка. У них воды. Насосы стоят. Уже второй день отрабатывают, качают с мастером. Мы разговаривали с управляющей организацией. Они поставят, соответственно, туда технику и восстановят этот колодец полностью. Все же сесть за 100 переговоров придется. Администрации, управляющие организации и местным жителям нужно сообщать решать проблему отвода поверхностных вод. Андрей Жилин, Максим Колосов. Специально для программы новости.